В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Девять здоровых деревьев уничтожила группа неизвестных на улице 7 Пересовской. Снос зеленых насаждений прекратили местные жители. Одесский городской совет планирует передать частные руки участок, расположенный сразу за литературным музеем на улице Лонжероновской. Строительные работы на побережье Золотого берега. Одесситы обеспокоены, что здесь появится очередная высотка. Уничтожение зеленых насаждений при содействии городской власти продолжается. Похоже, мэрия Геннадия Труханова вознамерилась отдать всю оставшуюся землю под жилую или торговую застройку. Нормы закона, да и просто здравый смысл для чиновников-временщиков значения не имеют. На улице 7 Пересовской группа неизвестных уничтожила 9 деревьев. Могли спилить и больше, но помешали местные жители. Освобожденная площадка на газоне прямоугольной формы. Здесь удобно строить или установить торговые павильоны. Дальше по улице они уже стоят. Вполне вероятно, кто-то хочет разместить на месте зеленой зоны целый базар. Судя по тому, как была организована вырубка, за ней стоят люди состоятельные. Деревья живые были. А кто это делал зачем, неизвестно? Не имею понятия. Не имею понятия, для чего это было сделано. Деревья растут уже, я не знаю, лет 50. Этим деревьям взять, выпилить. Единственное место, где можно было пройти летом в жару. Мы вечером шли как-то. Вот оттуда, с того переулка, люди шли с тачками, все это грузили. Дело в том, что здесь была машина. Здесь это не просто люди. Это кто-то занялся этим делом. Здесь был КАМАЗ, здесь были ребята с этими пилами. А кто именно, я не знаю. Машина приехала. А машина приехала и что? И пилили один даже. Это вчера было. Бензопилой, да. Они были в какой-то форме. На машине были опознавательные знаки? Зеленотрест или нет? Не обратил я внимания. Хотят магазины вот эти строить. Ну кто, тут же есть вот эти базарщики. Там какой-то управляющий или кто хочет вот это. Они потихоньку их и сделают. Номеров машины, конечно же, никто из свидетелей не записал. Возможно, потому, что привыкли все к бездействию полиции. Чиновники района или городской администрации могут сколько угодно говорить о своей непричастности к многочисленным вырубкам. А с кем тогда договариваются бизнесмены? Без разрешения власти у нас не поставят ни одну будку. И если деревья вырубили, значит там, где надо, уже договорились. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Одесский городской совет планирует передать частной руке участок, находящийся по адресу улицы Лонжероновская, 2, дробь 1. Речь идет о полуразрушенном здании и территории под ним, расположенной между Литературным музеем и Музеем Одесского порта. Официально земля уходит частной компанией для эксплуатации и обслуживания здания торгово-административного назначения. Но по факту здесь, скорее всего, появится очередной высотный торгово-развлекательный комплекс. Не успели шуметь страсти по поводу предполагаемой застройки летнего театра в городском саду, как на очереди появился очередной объект, предстоящий застройки чем-то высотно-торгово-развлекательным. Речь идет о здании, расположенном сразу за Литературным музеем на Лонжероновском спуске, который выходит на таможенную площадь и граничит с улицами Приморской и Польской. Весь участок мэрия собирается передать в руки частной компании с удивительной формулировкой. Для эксплуатации и обслуживания здания торгово-административного назначения и благоустройства территории для ежедневного отдыха населения. То есть предполагается, что здесь будет что-то административно-торговое, причем исключительно для блага и развлечения граждан. Уже работа начата давно, и в свое время, если помните, на одной сессии планировалось вынесение земельного вопроса. Сначала это был землетвод, потом утверждение земли под объектом, который, скажем, в простонародье имеет отношение к морскому училищу, на углу, получается, Приморского. И там планировалось строить семиэтажный торгово-развлекательный комплекс. Еще год назад уже поднимался вопрос о предстоящем строительстве многоэтажного торгового комплекса на пересечении Лонжероновского спуска Польской и Приморской улиц. Но тогда возмущение общественности было столь сильным, что идея это продолжение не нашла, трансформировавшись в новый прожект. Теперь как бы это новое веяние, это получается еще и застройка, условно говоря, девяти соток, потому что на сегодняшний момент как раз на даче разрешения на разработку проекта на девять соток, как раз за литературным музеем. Причем ситуация вообще как бы не совсем понятна, что будет отводить, потому что если смотреть проект решения, то сфигурирует 248 квадратных метров помещение. Помещение. То есть не здание, не будивля, а помещение. Но там здание. Остатки трехэтажного старинного здания и где там эти 248 метров. Сплошные непонятности. Возможно, владелец руины еще сам не знает, что он там хочет делать, но точно понимает, что делать там что-то надо. Слишком аппетитен этот кусочек сладкого одесского пирога. Как, по сути дела, он собирается там появиться и как он будет функционировать, честно говоря, мне не укладывается в голове. Но можно провести легкую параллель с летним театром. То бишь, есть место вроде бы привлекательное, интересное, но как оно будет функционировать, как там что построить, никто, честно говоря, мне кажется, до конца не понимает. Как по мне, я считаю, что подобного рода проекты, они однозначно не создают какую-либо инвестиционную привлекательность нашему городу. Да и я вообще не понимаю, зачем владельцам этих, условно говоря, руин что-либо там строить. Потому что я не понимаю, как они собираются, во-первых, и строить, и как они собираются эксплуатировать. Но здесь вот еще что важно. На последнем заседании исполнительного комитета замечательная коммунальная организация под названием «Инженерная защита города» выступила заказчиком берега укрепительных работ по адресу Лонжероновская, 2 и Польская, 8. И вдруг каким-то макаром на фоне всякого рода укрепления вдоль морского побережья, фонтанская дорога, там Аркадия, тут каким-то образом появляется Лонжероновская, 2,8. И толком руководитель господина Мирошниченко не смог объяснить, кто это собирается укреплять, для чего это укреплять. Какая-то загадочная компания с очень интересным названием, в котором сразу фигурирует ссылка на какого-то рода апартаменты. Если верить официальной информации, вот он, главный виновник всего торжества – жилищно-строительный кооператив «Опера Апартментс». То есть все-таки апартаменты. И тогда все пазлы складываются идеально. В любом случае, то, с какой скоростью, с каким энтузиазмом передаются неведомому участнику самые вкусные куски города, и с каким аппетитом тот их проглатывает, складывается впечатление, что это все те же люди, о которых мы слышали в связи с застройкой летнего театра, с захватом Старосиной площади, с убийством Аркадии. В общем, все тот же Геннадий Труханов и его бизнес-партнеры, настоящие хозяева Одесской мэрии. В любом случае, как это все быстро, оперативно происходит, да еще раз хочу повторить, что достаточно адрес непростой, очень интересный. И как это все быстро происходит, можно однозначно, это может наводить, конечно, на мысль, что бенефицары, конечно, имеют самое непосредственное отношение к городской власти. Потому что я сомневаюсь, что кому-либо в подобном месте что-либо отводили бы. И я очень в этом сомневаюсь. В любом случае, вопрос о передаче участка на Лжероновском спуске уже вынесен в повестку дня ближайшей сессии городского совета, которая состоится 14 декабря. Недавно начались строительные работы в прибрежной зоне на территории Золотого берега. Местные жители опасаются, что в регуляционной зоне появится очередная высотка. Что же на самом деле происходит на стройплощадке, пытались узнать наши корреспонденты. Одесситы всерьез обеспокоены законностью строительных работ, которые проводятся на 16 станции Большого фонтана в районе Золотого берега. Участок городской земли уже более года огорожен забором. А буквально неделю назад туда завезли строительную технику. Никакого информационного счета, на котором было бы написано, кто, зачем и с какой целью проводят работы на объекте, нет. Плана и проекта тоже нет. Встречались с представителем застройщика, ихним юристом. Он показал нам даже предварительные чертежи или наброски, что здесь будут стоять 9-12 этажные здания под строительство, не коттеджного поселка, а санатория, пансионаты семейного типа. Постоянно спрашиваем, чья это стройка, кто начинает и по какому праву просит общественность этого микрорайона Золотой берег, просит показать документы, по какому праву здесь производится строительная работа. В данном случае самовольно заведен кабель от подстанции, которая вот так вот за воротами, видно ее, которая питает вот этот небольшой, но микрорайон. Забор на 4 метра выдвинули. Это как получается? И вот эта застройка, она здесь только будет мешать. Также жители обеспокоены тем, что строители уже затронули ливневую канализацию, которая проходит как раз через стройплощадку. Заехала сюда, за эту территорию, строительная техника в виде крана, в виде бульдозера, в виде грузовиков. Вскрыли эту ливневую канализацию и пытаются, пытаются сделать уже без никаких разрешительных документов отвод этой ливневки путем заужения проходного отверстия. Буквально метр-пол копнешь и уже вода, стоит вода. Значит, если они здесь что-то нарушат, это все вот так вот мы и поплывем в ней. Не без усилий, но попасть на огроженную территорию нам все-таки удалось. Прораба или представителей, который мог бы внятно пояснить, что происходит, показать проекты и разрешение, естественно, на объекте не оказалось. А те, кто находился на стройплощадке, отказался представиться и пытался запретить вести видеосъемку. Добрый день, я извиняюсь, что вы представите, что... Я журналист, вы видите руки от камеры, представьте, кто вы. И я здесь работаю. На каких основаниях, пожалуйста, на каких основаниях выходить? Это не частная собственность. Это не частная собственность. Правильно? Покажите мне какие-то бумажки, кто вы, почему должен выходить. Руководство есть? Я хочу, я жду руководство, хочу спросить, что строят. Куда выйдете? Дать территорию, пожалуйста. Пожалуйста, на каких основаниях выходить за территорию? Ну, представьтесь хотя бы, кто вы. Это прекрасная журналистская деятельность, 171 статья. Да что ты начинаешь это самое? Оно тебя не спасет, ты понимаешь? Оно тебя не спасет. Вся эта таинственность и загадочность проводимых работ выглядит как минимум странно. Также стоит отметить, что на территории были спилены практически все деревья. Все это напоминает очередную, нехитрую схему застройки по-тихому. Это очередной пример жадности, которая ограничится здравым смыслом. Уничтожить еще один кусок курортной зоны в угоду личной наживе скоротечной, не думая абсолютно об туристической и культурной привлекательности города в угоду собственным интересам. Вот то, что мы наблюдаем в очередной раз здесь. А ведь буквально совсем недавно, летом, наш городской голова, разгуливая по Золотому берегу, клятвенно обещал, что все делается ради людей и для людей. Вот и как после этого доверять делам. Денис Шацила, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Международная федерация хоккея «Шайбы» приняла запрос Федерации хоккея Украины о переезде из Одессы в Киев чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Официальная причина переноса – реконструкция Одесского дворца спорта, которая займет больше времени, чем предполагалось. В хоккей играют настоящие мужчины. А в нашем гурсовете настоящих мужчин, похоже, нет. Речь идет о ситуации, сложившейся в нашем городе в связи с проведением международного чемпионата по хоккею среди юниоров. Впрочем, теперь уже в связи с непроведением. Кажется, еще совсем недавно Геннадий Труханов, но буквально из костюма Бриони, выпрыгивал от радостного осознания, что в следующем, в 2018 году, соревнование это будет проведено именно в Одессе, в Одесском дворце спорта. Он был так рад и счастлив, что даже внес в бюджет такую статью расходов, как благоустройство территории вокруг дворца спорта. Если кто не знает, сам дворец находится в областном подчинении. Так что помог Геннадий Леонидович чем мог, а мог – плиткой, на уложение которой была выделена некоторая вполне приличная сумма денег. Но тут на тебе, как гром среди ясного неба. Международная федерация хоккей на льду 5 декабря приняла решение перенести чемпионат в Киев. Причем сделала это по просьбе украинской стороны. Аргумент переноса – реконструкция Одесского дворца спорта займет больше времени, чем предусмотрено после обнаружения дефектов в здании, говорится в официальном сообщении. Собственно, Одесский дворец спорта, кажется, и не начинали ремонтировать. Никакой ремонтной техники тут не видать, в отличие от строительной. Прямо за дворцом вовсю кипит строительство очередного многоэтажного жилого комплекса. И, похоже, именно эта стройка есть самое важное в данном вопросе. Ему комплексу нужно расти, а это можно сделать только если перестанет мешать дворец. Еще немного трещин и дыр, и неремонтируемое здание завалится само собой, освободив пространство под застройку. Так что перенос чемпионата по хоккею только на руку господам из мэрии, привыкшим пилить бабло. Куда проще иметь дивиденды со строительства ненужных одесситам высоток и золотых погонных метрах ремонтируемых дорог, чем потратиться на настоящий спорт. Уничтоженный тротуар в центре города уже нуждается в ремонте. Так, жители дома номер 51 на Большой Арнаутской уже не первый год обращаются к городской власти с просьбой отремонтировать пешеходную зону. Но все безрезультатно. Обращений на сайт 1535 с просьбой отремонтировать передомовой тротуар около дома номер 51 на Большой Арнаутской было несколько. И каждый раз в мэрии появлялась новая причина, чтобы отказать. Такая своеобразная игра в вопросы-ответы. Вообще ситуация с благоустройством под эгидой городских властей выглядит странно и нелогично. В центре города есть участки пешеходной зоны, по которым передвигаться опасно для жизни. Но они остаются без внимания городских властей. А в это же самое время миллионы бюджетных средств расходуются на благоустройство вполне приличных и нормальных улиц, где и тротуары были в надлежащем состоянии, и в срочном ремонте необходимости не было. Но городской совет принимает решение благоустраивать благоустроенное, что, к слову, частенько у них и не выходит. Даже за миллионы. Украина – транзитная страна для незаконной торговли импортными табачными изделиями с Европой. Партию контрабандного товара задержали в Одесской области сотрудники Южного регионального управления Государственной пограничной службы. На пункте пропуска Рени пограничники задержали фуру под управлением украинского водителя, направлявшуюся в Румынию. По документам грузовик шел пустым. Оперативная информация давала основание провести углубленный осмотр. Под стенкой прицепа и под обшивкой кабины обнаружили 5300 пачек сигарет китайского и белорусского производства без акцизных марок. Стоимость товара – около 100 тысяч гривен. Сигареты и машина, как орудие исполнения преступного замысла, изъяты пограничниками. Ведется расследование с целью установления хозяина и заказчика контрабанды. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Прогнозы гидрометцентра Черного и Азовского морей. 8 декабря в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,2, днем 7-9 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова